Новосибирск Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Новосибирск Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Новосибирск Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова По мнению политологов, кадровые пристановки – не только возможность собрать удобную для себя команду, это еще и способ набрать политические очки перед выборами. Стратегия показательных увольнений накануне избирательной кампании – федеральный тренд. Но при этом и объективные причины были, к примеру, скандалы с обманутыми дольщиками и нехватка инсулина. Во время выборов, значит, и президентских, и губернаторских, никаких проблем в социальном блоке быть не должно. Но вообще, с точки зрения пиара, отправлять чиновников в отставку, так сказать, во время выборов, перед выборами, это считается хороший тон. Областные власти 6 декабря в Москве подписали концессионные соглашения о строительстве платного моста через ОПП. В последние месяцы тему широко обсуждали, но при этом сам документ полностью не публикуют. В день подписания соглашения общественники устроили пикет у областного правительства. Среди протестующих были и жители улицы Большой. Их дома снесут ради строительства моста. Я пришла сюда, чтобы отстоять свои позиции, потому что никак невозможно поступить с такими людьми. Мне уже много лет, и я не готова переселяться куда-то в другие квартиры. Это для меня будет пытка. Строительство затронет не только частные дома, но и историческое для города место. На левом берегу находится археологический памятник села Кривощокова. Там стояла Никольская церковь большая, от нее остался еще фундамент. В этой церкви крестили, отпевали, венчали первых наших горожан, потому что на этом берегу церкви не было. И сейчас 4-й мост, его эстакада левобережная, как утюгом переезжает этот археологический памятник. А он, между прочим, является объектом культурного наследия. Это не так просто. Однако публичный протест новосибирцев не повлиял на решение. Его приняли, опираясь на мнение депутатов Законодательного собрания области и Городского совета. Хотя и там, и там есть ярые противники этого проекта. Больше всего вопросов вызывают финансовые условия концессии. При вложениях около 5 миллиардов рублей концессионер гарантированно получит доход почти в 50 миллиардов, по 2 с лишним миллиарда в год. Сторонники проекта платного моста считают, что федеральный грант в 26 миллиардов рублей сейчас важен для региона, ведь в Новосибирской области продолжается инвестиционный спад. В развитие региона сейчас вкладывают еще меньше средств, чем в 2015 году. Между тем, Новосибирску удается сохранить объем частных вложений. В этом, как и в прошлом году, в город инвестировали порядка 60 миллиардов рублей. И положительных примеров концессий много. Среди них реконструкция кинотеатра «Космос» под центр хоккейного мастерства и обновление бани номер 8 на Каменской. На этой неделе в городе прошел форум «Инвестируй в Новосибирск». Его название для бизнеса «Призыв к действию». Мы меняем немножечко идеологию, показываем. Не просто не инвестор сам приходит, говорит, а вот подскажите, куда я могу вложить. А непосредственно муниципалитет предлагает, собственно, готовые кейсы, готовый реестр проектов, куда можно вложить. Финансовые вопросы в конце года стоят остро. И речь даже не о бюджете города или страны. Речь о личном благосостоянии. В декабре традиционно наступает потребительский бум. Вот и новосибирцы покупают квартиры, машины или хотя бы подарки к Новому году. При этом все чаще в кредит. Вероника Иванова пообщалась с финансистами и расскажет, как не встретить Новый год с новыми долгами. Иван Бобров три года назад решил взять автокредит. Чтобы не прогадать, изучал предложения банков, их рейтинги, сервис, мнение друзей и коллег и отзывы в интернете. Я хотел автомобиль здесь и сейчас. Мне неохота было ждать, когда же я на него накоплю, когда же я на него заработаю. Плачу кредит исправно и мне не начисляют лишних процентов, мне не начисляют ненужных штрафов. То есть я, в принципе, доволен. Комфортно чувствовать себя в долгу Ивану позволяет строгий учет расходов и четкий финансовый план. Такой подход к личному бюджету знаком немногим. Я еще себя не полностью финансово обеспечиваю, так что нет особой необходимости. Лишних денег нет. За квартиру заплатили, лекарство купили, а остальное, что осталось, на продукты. Жить по принципу «копейка-рубль бережет» эксперты советуют всем. Тем более, когда финансы поют романсы, а для продолжения праздника жизни нужен займ. Жилье – 10 тысяч рублей, проезд – 3 тысячи рублей, 5 тысяч рублей – неизвестно на что. Если не знаешь, куда уходят средства, то думать о кредите вообще не стоит. Но если займ все-таки нужен, то нужен и финансовый план. Поскольку именно он подскажет, какой платеж и на какой срок будет подъемным при вашем уровне дохода. Благо, помочь с финансовым планированием сегодня может даже смартфон. Современные приложения способны обрабатывать информацию после каждой операции при получении смс-ки от банка. Также смартфон может и напомнить о том, что пора переходить в режим жесткой экономии. В смартфоне вести бухгалтерию или в тетрадки – не суть. Главная – картина доступных средств. Если на что-то можно накопить за полгода, то в кредит это, скорее всего, дороже. Важно, чтобы выплаты по кредиту не превышали третий ежемесячного дохода. На практике же люди отдают банкам куда больше. Жители региона уже задолжали 6 миллиардов рублей только по потребительским кредитам. Банки раздают кредитные карты почти без разбора. А наличие такой карты ослабляет финансовую бдительность. Ведь в банк идти не нужно и можно тратить. Досит смуту и льготный период. Правда, в случае с кредитками безвозмездно не всегда значит даром. Любая коммерческая организация создается с целью извлечения выгоды. То какова от этой услуги будет все-таки выгода финансовой организации. Здесь нужно все-таки понимать, либо по карте оплачивают за клиента магазин, либо все-таки какие-то потери финансовые несет все-таки клиент. В магазинах нередко предлагают товары в рассрочку. Без переплат. В этом случае банк договаривается с партнером, а клиент уже вносит равные платежи. Но надо понимать, что все затраты и риски продавца, и финансовой организации обычно уже учтены в стоимости товаров. Вообще соглашаться на кредит не отходя от кассы нельзя. Так можно избежать навязанных услуг. Страховка снижает риск и проценты. Однако две из трех, по мнению экспертов, совершенно бесполезны, особенно при небольших займах. Кредит нужно страховать, когда, ну, про ипотеку, само собой. Вы правильно сказали. Когда суммы достаточно большие, более миллиона рублей, когда они достаточно долгосрочные. И, как правило, должен этим заниматься тот, на кого приходится основная часть заходов в семье. Облегчить долговую нагрузку помогает и рефинансирование. Кредит на погашение кредита или даже нескольких. Если мы видим, что клиент оплачивает эти 7-8 кредитов в срок, мы готовы его рефинансировать и снизить ему нагрузку, чтобы он уже более комфортно себя чувствовал. И, ну, имея в виду, у него общая задолженность-то никак не увеличится, потому что мы понимаем, что ему уже тяжело, но можем дать просто дешевле. И это не реструктуризация долга, когда пересматривают условия имеющегося договора, чтобы уменьшить платеж. Сегодня рефинансирование выбирают и клиенты, которые просто не хотят переплачивать. Возможно, они достаточно давно оформляли эти кредиты, когда на рынке, на рынке, на финансовом рынке были другие процентные ставки. И, как бы, вот эти как раз люди и грамотные, они хотят в условиях той ситуации, которая сейчас есть, по процентным ставкам, снизить долговую нагрузку. Выгодно тогда, когда процент меньше, и при этом заемщик уже преодолел половину срока старого кредита. То есть гасит основной долг, а не проценты. Однако это тоже кредит. Подушка безопасности нужна всегда, минимум в две зарплаты. Вероника Иванова, Данил Смирнов и Дмитрий Кан. Новосибирская неделя. До Нового года осталось всего три недели. В городе уже активно готовятся к празднику. В центральном парке залили лед, каток будет бесплатный. На площади Ленина будет главная новогодняя площадка. А рядом на пешеходной улице Ленина сделают ледовый бар. О подготовке к празднику и о самих торжествах поговорим с начальником департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска. Анна Васильевна, в центральном парке лед уже залили. Когда каток откроют, наверняка это будет большой праздник. Сейчас я уже ходила, проверяла. То есть, в принципе, уже мы подходим к завершению. И мы надеемся, что наши горожане тоже получат удовольствие, потому что мы первый раз заливаем каток именно такого уровня. Потому что сейчас мы делаем профессиональную заливку. То есть, та заливка, которая была на площади Ленина. Это делает наш МАУ-стадион. Это профессиональные заливочные машины работают. Получалось так, что мы заливали каток на площади Ленина. И он работал максимум, получается, месяц. А потом нам приходилось раскалывать лед. И для нас это всегда было очень волнительно. А горожане тоже приходили, спрашивали выходные дни. А почему нам уже негде покататься? Поэтому мы хотим как раз сделать каток 15-го числа. Мы приглашаем всех на открытие в Центральный парк. Это будет 16.30. Будет большая интерактивная программа. Темнеет рано. А хватит ли света в парке для катания на льду? Хватит. Мы тоже все проверяли. Во-первых, вы знаете, что в этом году мы сделали ремонт в Центральном парке. Мы поменяли все освещение. Мы убрали все провода под землю. Но, конечно, мы еще делаем дополнительное освещение именно катка. На площади Ленина тоже появился лед. Правда, в виде блоков. Как будет выглядеть главная новогодняя площадка города? Мы в этом году немножко изменили новогоднюю площадку. Во-первых, то, что убрали каток. Мы же все равно привыкли, что уже должны быть какие-то или лабиринты, или горки. И нам не хватало на это место. Сейчас у нас освободилось место. Самое интересное, конечно, зимой. И во многих странах это есть. Это, конечно, ледяной бар, в который можно просто подъехать, выбить безалкогольного глинтвейна. Улицу Ленина уже перекрыли. Это продолжение летнего эксперимента. Почему на два месяца ограничили движение? На саму реконструкцию и создание этого городка уходит очень много времени. Это действительно очень трудоемкая процедура. Будет выставлено порядка десяти специальных домиков, в которых наши мастера будут продавать различные, так скажем, новогодние рождественские украшения. Здесь же будет также благотворительный у нас рождественский базар проходить. Почему решили оставить часть парковки на площади Ленина? Мы как раз оставили это место именно для того, что многие люди, которые приезжают на работу, не искали какие-то новые парковочные места, а могли припарковаться на том же почти что месте, на котором они привыкли. Какой будет тема ледового городка на Михайловской набережной? Это будут русские народные сказки. И я думаю, что нашим горожанам тоже будет интересно так окунуться в руссконародные сказки, покататься и немножко, может быть, даже узнать и получить удовольствие. Анна Васильевна, спасибо большое за интервью. Пожалуйста. Двухэтажный модуль за 4 миллиона рублей пристроили к хоккейной коробке в Кировском районе. Теперь у спортсменов есть и удобства. Теплые раздевалки, душевые. Правомерно говорим об актуальности строительства большого ледового дворца для Новосибирска, для большого спорта, для больших соревнований. Но чтобы состоялся большой спорт, чтобы было кому играть, нужно готовить ребятишек. А для этого нужна массовость прежде всего. Федеральный грант, деньги спонсоров, плюс поддержка депутатов и мэрии. Один из инициаторов проекта, Александр Тарасов, уверяет, это только начало. В ближайшие 4 года подобные модули появятся в каждом районе. Развитие спортивной инфраструктуры поможет в популяризации любительского спорта. Возможно, на этом льду вырастут звезды спорта большого. Новую сцену, раздевалку для артистов и комнату звукорежиссера построят в следующем году в Березовой Роще. На работы выделят больше 2 миллионов рублей. Этот проект – пример того, как сами новосибирцы могут изменить жизнь к лучшему. Главное – найти единомышленников. А когда среди них депутат городского совета, ситуация точно изменится, продолжит Михаил Якимов. Насколько я знаю, уже давно идет реконструкция парка Березовой Рощи. Много средств уже в нее вложено. Какая история вообще? История богатая. На моей памяти с 2005 года началась значительная работа по реконструкции Березовой Рощи. Если вы вспомните, раньше это было не роща, а какой-то лес бурелом. Непролазный, непроходимый, опасный. Здесь у нас собирались разные деклассированные элементы. Теперь Березовая Роща – один из самых благоустроенных парков города. Здесь много аттракционов, здесь хорошие условия для отдыха с детьми, здесь можно заниматься спортом. Есть ухоженные аллеи и контактный зоопарк, и веревочный городок. По выходным для посетителей парка устраивают концерты на главной сцене. Вот только она давно устарела и морально, и физически. Я надеюсь, что уже в 2018 году как раз вот эта концепция главной центральной аллеи и организации вот этого места для культурно-массовых мероприятий, реконструкция этой сцены будет в какой-то степени завершена. Такой наказ Игорю Салову дали избиратели. Он добился финансирования. Деньги выделят из бюджета. Это отличный пример работы депутата на округе. Активисты Дзержинского района написали обращение, собрали подписи, направили наказ. Теперь все вместе готовятся отпраздновать юбилей района на новой сцене Березовой рощи в следующем году. Все нововведения мы, жители, очень замечательно приветствуем, потому что эту сцену еще я, наверное, помню. И очень рады, что самое главное, что услышали просьбу именно жителей. Мы подписывали эту петицию, мы рады, что в будущем году, надеемся, будут изменения в Березовой рощи, мы увидим новую сцену. Проект новой сцены уже готов. Это будет не просто эстрада, а целый комплекс, где помимо просторных подмостков сделают две комнаты для переодевания выступающих и комнату звукооператора. Новая сцена разработана у нас в соответствии с новыми требованиями, которые предъявляются сейчас к сценическим площадкам. Это и эстетические, и технические, и безопасность. На строительство выделят 2 миллиона 300 тысяч рублей, подрядчика определят в январе, а в конце февраля уже начнут работу. В администрации парка надеются, что сцена будет готова раньше районного юбилея, уже летом, ко дню города. И это не единственный депутатский наказ, который будет выполнен. Игорь Владимирович, вот здесь городок аттракционов, со сценой будет вопрос решен, а что касается спортивного городка, я так понимаю, еще он должен появиться? Да, вы знаете, мы хотели бы здесь применить новые технологии и разместить здесь спортивный городок с уличными тренажерами. Кроме спортивного городка, здесь также появится детский городок с горками, лестницами, другими развлечениями для самых маленьких посетителей Березовой рощи. Михаил Якимов, Олег Ролевец, Новосибирская неделя. И это все, о чем мы успели рассказать. Еще больше новостей на сайте Новосибирские новости. До свидания. Новосибирск